Из Еревана поступают сигналы, позволяющие судить о степени готовности Армении к выполнению взятых на себя обязательств. Сегодня можно констатировать как минимум следующее. Впервые за долгие годы руководство Армении не пытается исказить суть своих же заявлений, сделанных на переговорах с Азербайджаном. По возвращении из Брюсселя премьер-министр Армении созвал заседание правительства, на котором полностью подтвердил договоренности, достигнутые на встрече с президентом Азербайджана. Никол Пашинян подчеркнул, что Армения намерена как можно скорее начать строительство железной дороги, которая обеспечит Азербайджану связь со своей нахчеванской автономией. Армения, в свою очередь, получит железнодорожный выход на Иран и Россию. По словам Пашиняна, все это позволит изменить в регионе экономическую и политическую среду, а также среду безопасности. Это очень важный проект, на реализации которого Армения собирается сконцентрировать свои усилия, отметил армянский премьер. Пашинян также сообщил, что в Брюсселе была достигнута договоренность о продолжении контактов с Азербайджаном на высшем уровне. По его словам, необходимо развивать работу над преодолением всех разногласий по двусторонней повестке. Таким образом, Ереван, судя по всему, сохраняет конструктивный настрой, проявленный на переговорах в Брюсселе. Во всяком случае, в контексте транспортно-коммуникационной тематики. Между тем, Азербайджан ожидает аналогичного подхода и в вопросе делимитации и демаркации государственной границы. По этому направлению двусторонней повестки Армения также взяла на себя обязательства Брюсселе. Будет создана временная рабочая группа по вопросам делимитации границы. В Баку уверены, что работа над определением и фиксацией границей и разблокировкой транспортных коммуникаций должна вестись параллельно. Дело в том, что оба направления предполагают приоритетность вопросов безопасности, в отсутствии гарантии которой формирование нормальной среды в регионе не представляется возможным. Ереван должен активно работать над заключением всеобъемлющего мирного соглашения с Азербайджаном. Подписание же подобного соглашения возможно лишь при условии безоговорочного признания Армении территориальной целостности Азербайджана. Окончательную фиксацию границы нереально представить в ситуации, когда одна страна имеет территориальные претензии к соседней. Таким образом, Армении при всем своем желании не удастся задвинуть эту проблематику на задний план, прикрываясь строительством железной дороги. Необходимы конкретные меры по устранению всех препятствий на пути к заключению мирного соглашения, и Армения должна принять их в кратчайшие сроки. Что именно нужно делать, предельно четко пояснил президент Азербайджана Эль-Хамалиев. В интервью испанскому изданию Эль-Паис он подчеркнул, что нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном неизбежна. Географические реалии таковы, что обе страны являются соседями, и изменить этот факт каким-либо способом не представляется возможным. Стало быть, нужно осознанно отказаться от вражды и жить как соседи. Азербайджан понимает, что оглушительное поражение в прошлогодней войне стало шоком для Армении, с неизбежными последствиями психологического свойства. Только так можно объяснить перманентно наблюдаемые вспышки бессильной агрессии. Они отчетливо проявляются в провокациях как политического, так и военного характера. Между тем, эти провокации неизменно встречают решительный отпор, раз за разом подтверждая свою тщетность и бесперспективность. Таким образом, впустую растрачивается энергия, которую можно и нужно направить в куда более адекватное русло. Президент Азербайджана порекомендовал руководству Армении сформировать новый общественный дискурс, неотягощенный ненавистью к соседям. Это самый верный способ выбить почву из-под ног реакционных сил внутри Армении, транслирующих оголтелый антиазербайджанский и антитурецкий нарратив. Только нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией и осознанный отказ от территориальных претензий обеспечат Армении реальные шансы на развитие. Если эта формула будет принята правительством и политической элиты Армении, то перспектива устойчивого мира станет вполне осязаемой, подчеркнул Эль-Хамалеев. В противном случае Армения создат в себе новые проблемы, под гнетом которых лишится оснований рассчитывать на развитие. Азербайджан хочет видеть по соседству прогнозируемую адекватную страну, не страдающую приступами реваншизма. Поэтому любые деструктивные маневры будут внимательно отслеживаться и эффективно пресекаться. Если же Ереван найдет в себе волю продолжить позитивную динамику, зафиксированную на встрече в Брюсселе, то Баку оценит это по достоинству. Армении представился исторический шанс избавиться от клейма агрессора и регионального изгоя. Ереван делает первые робкие шаги, чтобы воспользоваться этим шансом. Итоговый же успех может быть гарантирован только при наличии крепкой политической воли.